Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как утром за рулём, прямо во время движения, умер водитель легковушки. Экспертизм скажет, строит, да. Покажем, как задерживали пьяного водителя. Уходя от погони, он протаранил несколько автомобилей. И школьница попала под трамвай. Почему так произошло? Это и не только прямо сейчас. Сегодня утром на улице Фатыха Амирхана за рулём, прямо во время движения, скончался 56-летний водитель «Волги». Неуправляемый автомобиль протаранил впереди идущую иномарку и, возможно, двигался бы и дальше. Но пассажир легковушки смог установить транспортное средство. Подробности у Айрата Назипова. У него с сердцем что-то случилось? Да, да. Наверное. Экспертизм скажет, строит, да. Сегодня утром мужчина, как обычно, отправился на работу. Ехал по проспекту Амирхана. Но эта поездка стала для него последней. Внезапно мужчине стало плохо. Водитель автомобиля «Волга» внезапно, со слов очевидца, то есть пассажира, который с ним двигался, также в автомобиле, потерял сознание. После чего автомобиль совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «БМВ». В результате чего транспортные средства получили механические повреждения. Его коллега по работе, который был пассажиром «Волги», остановил машину самостоятельно. Прибывшем на место врачам, скорой помощи осталось только зафиксировать смерть водителя отечественного автомобиля. Удар оказался не сильным. Автомобили получили незначительные повреждения. И стать причиной кибли человека не мог. Скорее всего, мужчину подвело сердце. Точная причина смерти станет известна после экспертизы. Айрат Назип, Павел Рыков, Азат Самигулин. Вызов 112. Погоней и стрельбой закончилось нарушение правил движения водителем «Жигулей» 7-й модели в самом центре Казани. Увидев автоинспекторов, он попытался скрыться и при этом протаранив стоящие машины. Затем поехал в сторону Лаишевского района, где по машине открыли огонь и в конечном итоге задержали водителя. Альбина Минибаева знает, что стало причиной такого поведения и чем в конечном итоге все это обернулось для мужчины за рулем «Жигулей». Это уже почти финал погони в Лаишевском районе. Началось все на улице Тихомирного. Водитель «Жигулей» 7-й модели, увидев автоинспекторов, поспешил скрыться. Задним ходом задевая припаркованные автомобили. Требованию об остановке не подчинялся и только прибавил скорость. С таким кортежем почти доехал до поселка Усады. Других участников движения рядом не было и автоинспекторы решили открыть стрельбу. Один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел вверх, после чего несколько раз выстрелил по колесам «семерки». После этого нарушитель остановился, но тут же начал двигаться задним ходом, совершив столкновение с двумя патрульными автомобилями. Сотрудник ГИБДД еще раз выстрелил по колесам ваза, в результате чего он съехал на обочину и не смог двигаться дальше. Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции «Вишневский». Пострадавших нет. Задержанный 27-летний ранее судимый житель Лаишевского района сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Водитель права никогда не получал, но это ему не помешало садиться за руль в любом состоянии. С 2014 по 2016 год он 16 раз привлекался к административной ответственности, в том числе и за управление автотранспортом в пьяном виде. Я поехал, полиция стоит, я назад и зацепил другую машину. А зачем от полиции хотели выйти? Не знаю. До этого что ли совершили что-то или нет? Нет. Преступление какое-то, нет? А трезвые были за руль? Нет, боевые камши. А вот поэтому, да, значит, вы хотели? Зачем? Ну, свое признается, получается, что скрывались от полиции, получается, да? Да, да. В отношении нарушителей составлено 7 административных протоколов, в том числе за отказ от медицинского освидетельствования, невыполнение законного требования сотрудника полиции, оставление места ДТП и проезд на запрещающий сигнал светофора. Альбина Минебаева, Алла Рыкова, Вызов 112. И уже вечером суд по совокупности административных нарушений приговорил мужчину к 15 суткам административного ареста. Десятилетняя девочка попала по трамвае в набережных Челнах. ЧП произошло в поселке ГЭС на остановке поликлиника номер 2. Ребенок получил серьезную травму ноги. Пострадавшие сделали сложную операцию, и сейчас она находится в реанимации. Лина Зинатулина узнала все подробности происшествия. Все произошло в вечерний час пика. Свидетелей происшествия было немало. Рядом с девочкой находились люди, к тому же она была вместе с мамой и бабушкой. Кто-то ушел чуть вперед и успел перейти через рельсы. Кто-то не рискнул сделать шаг перед вагоном. Говорят, она рванула вперед в последний момент. Я прошел на метр-полтора, трамвай прозвенел, что-то, все, трогается. На машину до красной горел. Еще женщина успела пройти перед трамваем. И все, девочка, трамвай поехал, девочка прыгнула уже. И пробежать не схотела. Ребенок получил серьезную травму стопы. В больнице, куда доставили подростка, провели экстренную сложную операцию. Ногу удалось сохранить. Сейчас девочка находится в отделении реанимации. Жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает. Она под постоянным наблюдением врачей. Водитель трамвая, женщина 74-го года рождения, совершил наезд на пешехода, девочку, 2007-го года рождения. Которая, в результате дорожного транспортного происшествия, получила тяжкие телесные повреждения, была доставлена в БСМП. Окончительная степень виновности участник дорожного транспортного происшествия установит следствие. По словам водителя трамвая, она не увидела девочку, которая попала на рельсы. Вагон протащил ребенка несколько метров, пока очевидцы не сообщили о случившемся. Автоинспекторы пришли к мнению, что жизнь девочки спасло то, что она упала в углубление на трамвайных путях. Лена Зинатольевна, вызов 112. Лады Гранты и Hyundai i30 не смогли разъехаться накануне вечера на перекрестке улиц Марселя Салимжанова и Татарстан. Отечественный автомобиль выехал на середину перекрестка, где в него влетела иномарка. Избежать серьезных травм удалось благодаря невысокой скорости Hyundai. О причинах и последствиях Рамиль Шайдулин. Я только тронулся, я даже не знаю, километров 20 может. Едва начал, как уже закончил движение на перекрестке улиц Марселя Салимжанова и Татарстан водитель Лады Гранта. Выехав на перекресток остановился уже через пару метров. Причина в автомобиле Hyundai, протаранивший левый бок отечественной легковушки. Учитывая, какие повреждения получили машины, можно сделать вывод, что в момент удара у иномарки была невысокая скорость. Я ее даже, честно говоря, не заметил даже толком. Она, не знаю, как так получилось. Она хотя бы тормозила примерно, успела как-то? Я, честно говоря, даже не успел сориентироваться, возможно, тормозила. Сам молодой человек отметил, что соблюдал все правила дорожного движения и выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Впрочем, о зеленом сигнале светофора говорила и вторая участница аварии. Вроде бы был еще зеленый. Зеленый? Да. Вы, получается, совершали маневр? Завершала. Так вы, как считаете, тороноват? Вы или не были? Ну, наверное, я. Авария произошла на глазах у многочисленных водителей. Как минимум, один из них встал на сторону водителя Лады. Но, учитывая, что женщина не отрицала своей вины, его помощь может и не понадобиться. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Сегодня суд вынес приговор 21-летнему водителю Лады Калина, признанному виновным в аварии, в которой погибли три человека. Напомним, трагедия произошла 9 мая в 9 часов вечера у деревни Сухарева в Нижнекамском районе. Там на огромной скорости столкнулись Лада и Фольксваген. Последний от удара откинуло в автобус ПАЗ. В результате погибли три человека. 29-летний водитель и два пассажира. 22-летняя девушка и 30-летний молодой человек. Все, кто находились в иномарке. Водитель Лады получил травмы. На старте процесса он говорил, что вины не признает, так как ничего не помнит. Но следователи доказали, именно он пошел на обгон и выехал на встречную полосу в лоб иномарке. В итоге суд признал молодого человека виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. И к трем годам лишения водительских прав. Он также будет должен выплатить родным погибших больше полутора миллионов рублей. Советский суд Казани фактически начал рассмотрение уголовного дела о предполагаемых наркодилерах, у которых изъяли 1255 килограммов запрещенных веществ. Обвинение предъявлено семерым. Трое граждан Китая, трое россияне и еще одно лицо без гражданства. До этого несколько подозреваемых находились в СИЗО в Москве. Из-за того, что не всех смогли вовремя доставить в Казань, слушание дела откладывалось. На предыдущем процессе с ними связывались по видеосвязи. Теперь всех этапировали в Казань. По версии следствия, наркотики привозили из Китая. Теперь в случае экстрадиции обвиняемых граждан этой страны ждет расстрел. Поездка в гости к родственникам завершилась трагедией. 35-летнего жителя Бугульмы обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, он вместе со своей сожительницей приехали в село Петровка. На остановке между мужчиной и женщиной разгорелся конфликт на почве ревности. Алкоголь стал катализатором. Мужчина ударил спутницу несколько раз, в результате чего женщина упала во враг и потеряла сознание. Мужчина пытался привести ее в чувство, но так ничего не добившись, пошел домой за ночь отверган спиртом. Вернувшись, он продолжил реабилитационные мероприятия, но они также не привели к успеху. Тогда он снова пошел домой, на этот раз выживать в школу помощи. Но к приезду медиков в помощь женщине была уже не нужна. Согласно результатам исследования, смерть наступила в результате переохлаждения. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Вину свою он признал полностью. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин